Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сообщаю вам фантастическую новость абсолютно. Вы помните Виталий Бородин, глава федерального проекта в борьбе с коррупцией, который инициировал проверку Ани Лорак. Мы с вами читали ее удаленный пост от 1 марта 2022 года, где она высказывает несогласие с тем, что происходит, и умоляет остановить беспощадное выслово, что она всем сердцем находится со своими соотечественниками в сопредельном государстве, когда она потом написала открытое письмо с тем, что все ее творчество было посвящено сопредельному государству, когда она уехала в Европу, думая, что там облизывают их, и написала на афишах самая титулованная артистка Украины. Но сейчас, вы знаете, она находится в жюри «Ты супер!» И вот ее проверяли. Самое главное был акустический концерт, там была ссылка на непонятный англоязычный сайт, гуманитарного характера, сбор денег. Я зашел на этот сайт, ничего не понятно, какие-то номера карт, куда собирались деньги, для чего, как отчитаться. Никто об этом не говорит ничего. Абсолютнейшим образом. Должны были быть концерты. В общем, людская память короткая, но, собственно говоря, я помню, как все это тиражировали, и даже концерты ее вовсю отменяли. И потом бах, и она появилась. Я вам сейчас зачитаю пост Виталия Бородина. Он не такой короткий. Просто интересно, какое у вас состоит ощущение этот пост. А я скажу, какой он мне оставил. Виталий Бородин замечательный человек. Я считаю, что он делает большое дело, обращает внимание на очень многие вещи, нарушает законы, права человека, и в регионах в том числе, включая и шоу-бизнес. Друзья, сообщаю, что закончилась проверка в отношении Ани Лорак. К ней вопросов нет со стороны контролирующих органов. Это ответ на наше обращение. В связи с этим мы больше не будем просить проверять ее, так как все вопросы, которые нас волновали, они сняты. Каролина Куйок, так он пишет, чиста перед законом, поэтому предлагаю Лорак больше не мучить громкими заголовками в СМИ. Она просто стала жертвой политического режима, сопредельного государства, который специально создал ей образ, якобы предательницы России. Но по факту, получается, прошла проверка, к ней вопросов нет. Тогда, я считаю, наша команда ФПБК, все вопросы к ней публичного характера должны быть сняты, проверка показала, что нет оснований привлекать к ответственности Ани Лорак. Соответственно, тема закрыта. Надеюсь, Лорак действительно душой с Россией и точно не в политике. Ну а то, что пишут, я думаю, что много про кого можно писать, но нужны подтверждения. Впредь мы тоже будем внимательны к вбросам. Как работает ЦИПСО мы знаем, возможно, все идет оттуда, и Лорак просто попала в информационный всплеск, который мы просто решили попросить проверить. Считаю, что оснований для отмены концертов в России нет, так как для этого должно быть как минимум возбуждено уголовное дело против Лорак или решение суда. Этого ничего нет, поэтому и вопросов больше нет с нашей стороны. Тема закрыта. Дальше, кто захочет на этой теме публично прокатиться, считаю, что бессмысленно. Лорак перед законом чисто. Друзья, вы знаете, у меня этот пост, это мое личное ощущение, оставил неоднозначное какое-то впечатление. Потому что количество повторов, тема закрыта, вопросов нет, Лорак чиста, зашкаливает. В каждом абзаце по три раза. Впечатление такое, как будто у меня создалось впечатление. С чем-то или с кем-то слишком далеко зашли, и нужно теперь написать, что... Но это лишь предположение. Может быть, на самом деле, в 1 марта, будучи в шоке, она это написала. Потом пыталась, так скажем, понять, как ей быть, как действовать, учитывая, что она из сопредельного государства. И на этом, может быть, вы знаете, что прилетел дрон, на котором был написан, а не Лорак, спасибо за борт. Это может быть тоже провокация, в принципе, да, понимая, что она здесь выбрала, в России быть. Поэтому, в этом смысле, да. Но все-таки принимая внимание все, что происходило за это время, у меня складывается ощущение, что ее... Это мое мнение исключительно. Что ее вытянули и, скажем так, сейчас очень хорошо закрыли тему с ней. Вот я скажу так. У меня такое ощущение. Я этого не утверждаю. Потому что, например, проверка... Ну, хорошо проверка. А вот сбор денег по ссылке на англоязычном сайте, неужели проверили все деньги, которые отправляли люди по этим картам и куда они шли, какие дома восстановлены, где эти дома находятся, где эти семьи, что это за люди пофамильно. Ну, не думаю, что так глубоко прям... Ну, если так, то... Ну, во всяком случае, вот такие новости, друзья. Так что вопросов, Лорак, больше нет у контролирующих органов. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Новости в формате 24 на 7. Внизу ссылочка на мои социальные сети ВКонтакте. Одноклассники. Запрещу на грамм. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok